Добрый день! С вами Евгений Пиоваров, канал на природе. И сегодня я хочу рассказать о том, как найти рыбу на незнакомом водоеме, на который вы попали. Потому что часто мы приезжаем на рыбалку, в какие-то новые места, но не знаю кому как, а мне просто интересно побывать в новом месте и понять, как тут ловится рыба. И сегодня я расскажу некоторые вещи, как лично я подхожу к этому вопросу. Вот сейчас за моей спиной озеро Ильмень, и сюда вот мы с женой приехали в первый раз ловить рыбу, посмотреть, что такое, как мы начинаем поиск. Но прежде всего хочу сказать, что в основном я спиннингист, то есть я ловлю на спиннинг, и поэтому ищу прежде всего хищную рыбу, хотя жена у меня ловит на поплавок, и нахожу тоже ей места, где можно было бы на поплавок половить. Но сначала хищник, сначала спиннинг. Значит, нам нужно смотреть рельеф, то есть вот такой водоем, самое плохое, когда у нас одинаковый рельеф, просто планомерное понижение глубины, без ям, без перепадов, без коряк на дне. Но, честно говоря, я в реальности таких вот рельефов никогда в жизни не видел, даже цемлянское водохранилище, которое достаточно пологое, и там все равно есть бровки, там есть отсечки, там есть приямки, вот, и даже банки есть. Так что, если походить, можно найти. Что нам необходимо, абсолютно необходимо, это эхолот. Эхолот для поиска рельефов, для обнаружения ям, перепадов, бровок очень нужен. Забудьте о том, что он может показать вам рыбку в виде значков, это все от лукавого, никогда на это не ориентировался. А вот то, что он покажет вам рельеф и хорошо покажет рельеф. Любой эхолот будет показывать рельеф дна и глубину. Вот это самое важное, что есть в данном случае. И именно на это мы ориентируемся. Поэтому и выходим, где мы можем, предполагаем, что будет хищник у нас. Если мы думаем взять крупного судака, мы идем, смотрим глубины, где-то судак будет держаться либо на банках-то подъемах, либо на свалах каких-то, и вот там, где вот это вот изменение глубины, рельеф какой-то, вот там мы троллингом, если или джигом, пробуем взять судака. Находим такие места, вот здесь вот есть приямок, вот туда чуть дальше, я попробую вечером судака там половить. Значит, это если судак. Если у нас окунь, щука, там два других наших клиента, то это мы смотрим, какие они могут быть ближе намного к берегу, но мы смотрим какие-то нагромождения там коряги на дне или трава, водоросли растут. Вот эта рыба будет держаться рядом с такими вещами. Мы это находим, мы пытаемся там эту рыбу поймать. Ну, для этого у меня лежит лайтовый спиннинг специально, вот тот тяжелый у меня для крупной рыбы, вот, лайтовка на окуня, например, да, вот, и пытаемся этого окуня взять. Собственно говоря, если мы ищем какую-то бель, то есть мирную рыбу, тоже обычно она не на глубине, не вдали, а чаще всего она будет под берегом, где растительность, как называют. Все бежут трость, да, тростник. Вот где эта трость будет, там будет и рыба. Значит, что здесь может быть интересно? Всякие устья речек и сами речки, которые впадают в крупные водоемы. Вот в первый день, походив здесь и поняв немножко рельеф, но не поймав здесь на открытой воде рыбу, я пошел, посмотрел по карте, где отпадает ближайшая речка, пошел туда и, ожидаемо, на следующий день мы ели уху, потому что устья реки, участок реки, который ближе к устью находится, куда намывает корм и куда, где есть возможность рыбе ходить между дельтой реки и самой рекой, там всегда будет держаться рыба. И там и бель будет вдоль береговой трости обязательно, и будет хищник. Ну, вот я ловил щуку и окуня там. Вот. Поэтому смотрите, вот если так краткий совет дать, когда вы окажетесь в новом месте, ищите что-то, выделяющееся на фоне окружающего. Вот по рельефу ровно-ровно яма или ровно-ровно горка. Пробуйте там ловить рыбу. Или вот озеро, 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 речка впадает. Идите в эту речку. Ищите что-то, что на общем фоне будет выделяться. И тогда с великой долей вероятности вы сможете поймать там рыбу. Ну, а с вами был Евгений Пивоваров. Всем удачи. До встречи на природе. Редактор субтитров А.Семкин